Каждый месяц потребляется одно количество киловатт-часов по четырем счетчикам на подстанции здоровья, а оплачивается от этого объема 20%. То есть 80% электроэнергии куда-то уходит по садоводам. И получается задолженность. То есть пример января 2018 года потребили на 2 миллиона почти, насобирали 500 тысяч. В зале представители четырех садовых товариществ. По подсчетам энергетиков общая их задолженность на сегодня превысила 6 миллионов рублей. Они предложили каждому потребителю заключить индивидуальные договора и установить высокоточные счетчики, которые в режиме онлайн передавали бы показания в Кубаниэнергосбыт. Коллективные договоры будут расторгнены с 1 марта. Надежда Крапивина считает, что жителям здоровья навязывают поставщика оборудования. Они 12,5 за матрицу мы обязаны купить. Хотя... Сколько стоит этот прибор? Где-то 7. Я готова купить, но самостоятельно, самостоятельно установить его. И плюс неизвестно, почему я должна отдавать документы, которые мои личные, неизвестному человеку. И плюс ко всему он должен распоряжаться, куда он денет мои документы. Я хочу лично отнести в сторону эти документы, поставить счетчик. Вот я спрашивала же, какой счетчик у нас стоит, чтобы можно было купить этот такой же счетчик. Люди хотят самостоятельно купить счетчик и его установить. Ради бога. Не за всем, а за... За удаленного доступа, который наш счетчик будет ловить и в Казани напрямую ходить. Я им сказала так же. По словам председателя Товарищества здоровья, примерно в 700 домах там живут круглый год. 86 из них уже установили счетчики, согласно техническим условиям энергетиков. К некоторым домам подключили временное контрольное оборудование. Кто у нас по 100 киловатт оплачивал под весе, почему-то стали 6,5-7-8 тысяч платить. Поверьте, это много. Мы ловились магнитами, все это зафиксировали, все. Он магнит этот сорвал и быстро убежал. А в полиции мне говорят, факт вот этого хищения, как мы дадим, насколько он своровал, ущерба нам сделал. Мы не можем, потому что он убежал. А сколько этот магнит стоял? 5 минут, 10 или сутки он его крутил. По словам заместителя главы города Анжелики Бузуновой, специалисты администрации готовы оказывать информационную поддержку при заключении договоров с энергетиками. Однако вмешиваться во внутренние дела товариществ муниципалитет не имеет права. По закону это отдельное самоуправление. Фактически общежития, где действия каждого идут или во благо, или вредят всем его жителям. Вы сами у себя, у каждого, вы сами все знаете, кто у вас это делает, в каких количествах. Поэтому вы, пожалуйста, сами у себя выберите. Если бы у вас не было этой задолженности и не вставал вопрос об отключении электроэнергии, и вот этих вопросов ваших, да, вы бы жили себе и жили, все бы у вас было в порядке. И вопросов, там, о передаче сетей, там, охозные и бесхозные, вы бы даже и не задумывались бы об этом. У вас было бы все в порядке. Это уже не первая подобная встреча. При необходимости их продолжат, однако. Опыт показывает, что в итоге документы приводят в порядок, заключают прямые договора. Процесс идет уже около трех лет, и несколько товариществ уже успешно работают по новой схеме. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Важный. Важный.